Итак, тема эта начинается, вы смотрите, в Солом 138-й, 14-й стих. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Здесь написано, что я весь дивно устроен. Весь или не весь? Или какая только часть. Тут же не написано, мой глаз дивно устроен. Хотя на самом деле он очень дивно устроен, правильно, Евгений? Ученые до сих пор, хотя изобрели там видеокамеры, фотоаппараты всевозможные, до сих пор не могут повторить строение глаза. Тут не написано, большой палец на руке дивно устроен. Потому что такого больше нет ни у кого, ни одного живого существа на Земле. Альберт Эйнштейн, великий физик и философ, сказал, что мне достаточно посмотреть на большой палец на руке человека, чтобы понять, Бог существует. Такого больше ни у кого нет. Тут написано, я дивно устроен. Есть. Всяких там деталей, что именно во мне. Давид был царем, он хорошо устроился в жизни. Мол, говорит. И поэтому он дивно устроен. Мне как нравится, как я устроена. Жена тоже хорошо устроилась в жизни. И поэтому давайте мы сейчас с вами поговорим о том, что Бог дивно устраивал в жизни каждого из нас. И вообще каждого из нас дивно устроил. Он творил это не стесняясь, правда? Вот они втроем сели, сказали, давайте сотворим по образу нашему, по подобию нашему. Не стесняясь друг перед другом, сотворили. В том числе и половые органы, правда? Давайте мы об этом тоже поговорим так, честно и открыто. И второе, вот мы сейчас прочитаем выражение христианского сексолога, психолога Уолтера Тробиша. Внутри Божьего замысла сексуальный инстинкт – это благо, являющееся мужественным, могущественным источником жизни единства двоих. Вне Божьего замысла он быстро становится средством разрушения отношений, источником жестокости и смерти. И хочу сразу сказать, что вот мы будем иногда произносить слова там мужчина и женщина, вот их интимные отношения. Хочу, чтобы сразу было понятно. Мы говорим о муже и о жене. Даже если мы будем говорить мужчину и женщину. Мы имеем в виду мужа и жену. Потому что вне брака – это источник жестокости и смерти. Это грех. И если мы говорим мужчина и женщина, то вы понимаете правильно. Это идет речь только о муже и о жене. Больше ни о ком. Дальше вот в видении написано, что у каждого из нас свои мысли, ожидания и представления о сексуальной жизни. Вообще, знаете, есть такое мнение, что как-то вот так, Бог вышел на такой немецкий балкон, посмотрел вниз на человечество и говорит, да, началось все с этого яблока, а кончилось все грязным сексом. Так вот это неправда. Это то, что Бог дал в качестве благословения. Человек взял и опошленно опустил на уровень вот такого вот безобразия. Да, на уровень секса. А вратимое даже слово секс – такое какое-то пошленькое, короткое, знаете, как плевок. Понимаете, то, что было создано Господом, нечто прекрасное, даже слово человечество придумало, да, похожее на плевок. Секс. Давайте мы сначала с вами рассмотрим Божье предназначение сексуальной близости, а затем обсудим существующие проблемы, способы их решения. Итак, как были созданы интимные отношения? И под буквой А написано, что сексуальная жизнь создана Богом. Потому что многие считают, что это возникло после грехопадения. Да. Но в книге Бытие, 1 глава, 27 стих написано, что сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину. Он не творит два «он он». Он сознательно творит мужчину и женщину. Мужа и жену, два противоположных пола. Естественно, предполагаешь, что интимные отношения будут. И в 22 глава, 24 стих «и будут одна плоть». То есть вот создание интимных отношений. Это было до грехопадения. Ну и вот дальше под буквой Б. Сексуальная близость – это благословение свыше для исполнения заповедей Божьей и приумножать божественное наследие. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, ну и так далее, и так далее. И нам часто говорят, вот-вот-вот, вот именно для того, чтобы плодиться и размножаться, и были созданы интимные отношения. Только для этого. А когда муж и жена занимаются любовью в постели просто ради удовольствия… Это грех, это темная сторона супружества. Ангелы летают над кроватью и плачут в этот момент. Это реальные слова, я вам привожу из церкви, из проповеди. Он не только из проповеди. Когда мы работали на радио, и каждый раз, когда затрагивалась тема интимных отношений, когда она приходила отвечать на те или иные вопросы, а на каждой передаче бы хотя бы один вопрос на этой книгу всегда был, и от мужчин, и от женщин. Вот, вы знаете, после этого обязательно раздавалось один-два звонка. Правда, мы все время предбежали оператора, чтобы пропускать только вопросы. Комментарий нам не надо, у нас не дискуссионная программа. У нас программа «Вопрос-ответ». Но иногда люди обманывали, говорили, что вопрос, прорвались в эфир и начинали нам высказывать вот такие вещи. Как вы можете говорить о сексе вне размножения человечества. Это не духовно. То есть, понимаете, это точка зрения намного более распространенная, чем, в общем-то, нам с вами. Но я вот так вот подумал, ведь если бы это Богу так уж и не нравилось, чем занимается муж и жена в постели для удовольствия, наверняка он для размножения придумал бы что-нибудь другое. Если это так, действительно, противно. Если это ему так вот противно, это все, мы бы там яйца откладывали или икру метали. Почковались бы. Почковались бы, может быть. Что, трудно Богу было придумать для нас такой способ разновления? Или вот как животные, вот там, кошечки, собачки, ведь у них когда отечки нет, они же не подпускают к себе. Загрызть могут. То есть, вложил бы и сим к нас Бог, да? Стадо слонов, вот они вообще ходят отдельными стадами от слонихи. От слоних. Потому что раз в два года слониха подпускает к себе слона, чтобы понести плод. А потом их опять выгоняют из стада, из слонов, и ходят отдельными стадами. То есть, у нас был такой инстинкт, понимаете? Но где вот там написано, вот там одна плоть. На время деторождения. Там нет такого. Там дальше стоит точка. Да? Поэтому не надо нам придумывать что-то вот. Потом давайте зададим такой вопрос. Может ли Бог создать что-то мерзкое? Бог создает только то, что красиво. Только то, что прекрасно. Тем более, если мужчина и женщина – это венец его творения, значит, одна плоть – это вообще самое прекрасное, что может быть. Самый яркий бриллиант в этом венце. Ну и если уж говорить о том, что это вот, если люди считают, что это только лишь для размножения, и вообще все отношения мужчин и женщин нужны только для размножения. Мы однажды прочитали в таком учебнике, на научном журнале, есть такая рыбка, которая называется глубоководный утильщик. Живет на глубине несколько там… Вообще очень интересная рыбка. Можете записать. Глубоководный утильщик. С 8 метров там или даже километра. Ну, наверняка вы видели из учебников биологии, картинка такая здоровая рыба. И у него такой вот висит шарик, светящийся перед ней. Так вот рыбка, чем это интересно? Это самочка. Это самочка. Вот чем она интересна, эта рыба? Вот самочка, она достигает размеров до полуметра, там 60 сантиметров может быть самка. У нее есть пол, ну, как рыба, рыба. То есть она тут живет глубоко, а так рыба. А вот самец, он достигает длины всего лишь 5-7 сантиметров максимум. Ну, с палец. Длиной с палец. И все, что у него есть, это маленький хрящик и одна здоровая, большая половая железа. Больше нет ничего. Как только из икринки вылупляется самец, он тут же, как-то вот... Прилепляется к самочке. Как он это чувствует, не знаю, но он тут же прилепляется к самочке и живет за счет нее. Она растет, она плывет, она питается. И он плывет за счет нее. Питается за счет, вот она кушает, он у нее суки эти потребляет. И вот смысл их союза и заключен только в том, чтобы плодиться и разрушить. Единственное, что он использует на полную катушку, он свою половую железу. А все остальное, это жены. Извечная мечта мужиков. Да, но он-то был так создан. Это тут их... Сейчас жена живая. Но на полную катушку используется. Его Бог так сотворил. А нас-то он говорит по-другому. Да, да. Мы-то люди, вы представляете, человек – это единственное живое существо на Земле, которое может сказать «нет» интимным отношениям, если очень хочется, но нельзя. И человек – это единственное живое существо на Земле, которое может сказать «да» интимным отношениям, если не хочется, но надо. Жена пристает. Или муж. Вот это точно. И так дальше. Потому что все остальные влеком инстинктом. Возникает в организме потребность в оплодотворении яйцеклетки. Все, ищет самочка. Нет такой потребности, загрызть муж. И дальше «В». Секс – это дар от Бога. И Он нам дал для взаимного наслаждения. «Утешайся женой юности твоей, ланью любезную, серной, прекрасную серную, любовью ухладайся постоянно, грудь ее да уповает тебя во всякое время». Вот дает. Источник войны будет благословен. Это любимые места моей из Библии. Да. То есть, понимаете, вот Брюш, как-то даже специально занимался исследованием, он посмотрел, что вообще все места Писания, все слова Писания, которые говорят об интимных отношениях, они все говорят о наслаждении. Кроме вот самых первых стихов о том, что нам кладите и размножаться. Всего одно единственное место в Библии, где говорится, что секс дам для размножения, а все остальные места в Писании для наслаждения. Правильно. До грехопадения, когда правильно они жили, там только для этого и давно. А после грехопадения уже вот это усложнение пошло. Да. А почему пошло усложнение? Да, и мы обычно такой вопрос так отвечаем. Почему пошло усложнение это? Потому что до грехопадения в людях любовь и ответственность, она изначально была, грехом не была уничтожена. После грехопадения это было уничтожено грехом, и в результате появилось желание только пользоваться телом. И вот и Бог на это уже начинает особенно, особенно, особенно обращать внимание. То есть, ответ очень простой. А не получается это ваша интерпретация вот за этого? Вы знаете как? Мы готовы об этом. А то, что есть в Писании. Если в Писании все, что находится после грехопадения, только о наслаждении, а что тут комментировать? Оно есть. Бог говорит, что мы должны наслаждаться телами друг друга. Конечно. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok